это нахожусь сочинских двориках смотрите какие узенькие проходы машины стали все аккуратненько конечно проезд рассчитан на одну машину все аккуратно встали утром наверное как-то организованно выйдут тут уже все на я думаю расписано записано кто в какое время выезжает но вопрос другом а если пожара если такая непредвиденная ситуация там скоро или еще что-то был пожар и погибли папа с сыном а мама выкинул выбросилась с окна потому что ну и люди горели реально и вот спасались кто как мог потому что они элементарно не могла подъехать пожарная машина и потушить пожар потому что были дворы заняты перекрыты транспортом и людей можно понять и с другой стороны ну вот такой он с очень удобный неудобство в том что рассчитано вот видите дворы на проезд всего лишь одной машины вот перекроет две машины станут начале в конце все никакая специализированная техника здесь не проедет вот они встали в шахматном порядке чтобы люди прошли видите здесь вот проход там дальше проход есть на вот зашла в следующий двор и такая же ситуация видите и там дальше стоит машинка тоже перекрывшая проезд но в городе мало парковок вообще город сочи не было рассчитано такое количество людей видите сами не было рассчитанно количество такого транзот такое большое количество транспорта людей он маленький компактненький был такой прям малюсенький малюсенький и тут приехала целая куча народу которые где-то надо жить где-то ставить свои машины и вот теперь мы сейчас все здесь пытаемся разместиться и поместиться и растянуть его и сделать его резиновым но конечно милота такая пальмы банановые причем представляете во дворах и такие раскидистые зеленые насыщенный цвет и дворы такие знаете как лабиринт детских площадок мало и все в таких вот лабиринтах дорожках квадратиках непонятных и заметила нет лавочек вообще практически нигде наверно чтобы дыхающие сидели тут алкоголь не распивали но лавочек вот реально нигде нет но бывает исключение это лавочка для своих видите под замком такая чтобы от дождя не испортилась со своей зоны отдыха с травкой только свои люди могут пройти на эту территорию отдохнуть чудесных строений с очень много вот видите идешь дворами а тут раз вот такой вот стоит домик со своей персональной парковкой кто-то прям самом центре на гагарина умудрился вот построить такой домик огородить себе заезд на две машинки и живут люди кайфуют свой частный дом на территории прямо в центральном районе кто-то себе сделал такой персональный заход в дом прикольно и это прям самом центре и это обычная пятиэтажка сейчас я покажу ее с другой стороны ну вот видите и он там стеклянный витражные окна в пол живу здесь уже 7 лет и первый раз вижу как можно сделать частный дом на территории жилого дома вот это это обычная пятиэтажка ну а кто не сумел отвоевать такие шикарные метры сделать себе площадку на первом этаже живут вот простенько так балкончик видите мой все в решетка слушайте неужели лазит до второго этажа боже мой у всех причем решетки смотрите тут тоже решетки представляете даже с торца дома и то решетки на втором этаже зелень такая вообще не видно что вверху ну как нет не видно даже что справа что слева огородили видите с торца территорию сделали заезд кованый забор два парковочных места себе соорудили такая калиточка красивая зайти на свою территорию и вот такая территория необычно видите персональный вход во двор и это все на территории обычного дома я такой первый раз вижу вообще это обычная пятиэтажка ребята прикиньте можно было сделать практически ну как сказать но практически частный дом на территории общего жилого дома какие молодцы даже себе персональное освещение вывели ну прям свой частный дом на территории общего жилого дома круто прям во дворах представляете зреет хурма уже большая такая еще я знаете что обратила внимание вот уже пятиэтажка и с обратной стороны дома люди делают отдельный персональный вход себе дом даже немножко огораживают территорию там ну два на три метра делают столик и там чай пьют курят это тоже все частный дом цвет тоже вот на первом этаже могут себе позволить ну увеличить свою жилоплощадь сделать себе такой балкончик на улице в сочи возможно все даже можно пристроить четыре этажа вот к этой четырехэтажки и наверное узаконили же и живут люди спокойно а у вас можно так других городах россии сделать ну ты где-нибудь видела тоже смотри какие-то узкие улицы никакая пожарная машина не проедет ничего не скоро все перри помирать будет человек никто не заедет